Каждый из художников индивидуален собственным стилем и взглядом на мир. На их картинах абстракция и философия, бытовые зарисовки и пейзажи. Любителей Владимирской школы живописи эти произведения могут немного шокировать. Здесь нет ярких красок, как у владимирских художников и меньше оптимизма. У Липецка все довольно скромнее, все довольно серьезнее, драматичнее немножко. То есть больше какого-то такого размышления о чем-то, о таком философском. Одни из первых посетителей экспозиции – многодетные родители Николай и Марина Смирновы. Они пришли на выставку вместе со своими четырьмя детьми. Многодетная мама Марина – художник по образованию, окончила Владимирский худграф. Сейчас по стопам мамы идет дочь Ксения. Девочка учится в детской школе искусств на художественном отделении. Мне очень понравились работы этой выставки. Очень самобыдные, разнообразные и по цвету решения очень интересные. Заставляют задуматься. Интересные названия у картин. Картины впечатляют. Картины впечатляют своими красками, разнообразием и, конечно же, внутренним смыслом. Допустим, я сейчас супругу подводил к этой картине. Вроде, казалось бы, розетка и ангел. Называется она «Конец». Сегодня в центре ИЗО открылась еще одна экспозиция. Это выставка художника Виктора Шамаева наедине с Россией. Она приурочена к юбилею мастера. 4 апреля Виктору Шамаеву исполняется 90 лет. В честь юбилея художнику был вручен знак великого князя Андрея Боголюбского. Выставка Виктора Шамаева продлится до 21 апреля. А посмотреть на картины липецких художников владимирцы смогут до 14 апреля.